Всем привет! Сегодня я расскажу о стильной микроволновой печи бренда Harper. В ретро-стиле модель HMW-20ST04. Микроволновая печь приходит в коробке из плотного картона, на которой есть изображение самой микроволновки и расписанными характеристиками на всех сторонах коробки. В комплектацию входит сама микроволновая печь, инструкция, гарантийный талон, решетка для гриля, тарелка и роликовый диск. В инструкции подробно описана работа каждого из режимов, а также информация по уходу и обслуживанию микроволновки. Микроволновая печь Harper 20ST04 выполнена в ретро-дизайне и имеет три варианта расцветки. Серебристый, красный, самое яркое, и кремовый. Однако цвет кнопок, шайба регулировки, ручка дверцы и окантовка стекла всегда будут в хроме. Вес микроволновки чуть более 10 кг. Размер вы видите сейчас на экране. На одной из сторон находится отверстие для отвода тепла изнутри, с другой стороны, где располагается вся электроника, их нет. На задней стенке также есть вентиляционное отверстие. Микроволновку нельзя ставить вплотную к стенке для правильной работы вентиляции, поэтому на задней части установлены два ограничителя – снизу и сверху. Из верхнего угла выходит кабель питания средней длины – 85 см. Сетевой кабель толстый, добротный, евровилка с заземлением. Для лучшего сцепления с поверхностью, на которой будет стоять печь, установлены резиновые накладки. Расположение элементов стандартное. Справа от дверцы расположен блок управления микроволновой печью. Сверху разместили логотип производителя, под ним светодиодный дисплей. Подсветка дисплея зеленого цвета. Режимы указываются красными надписями. Ниже четыре кнопки выбора программ, механическая шайба регулировки времени и еще две кнопки – быстрого старта и отмены. Кнопки тактильно приятные и нажимаются с отчетливым кликом, а также дополнительным звуковым оповещением. Слева от блока управления находится дверца со стеклянным окном. В левом верхнем углу есть наклейка, указывающая на итальянский дизайн. Для открытия дверцы не нужно нажимать дополнительных кнопок, достаточно просто потянуть за ручку. Внутри. Слева – вентиляционное отверстие, справа – экран, прикрывающий магнетрон и лампа подсветки. Сверху за решеткой две лампы гриля. Объем микроволнов печи составляет 20 литров. Внутренняя часть выполнена из эмали. Снизу устанавливается роликовая подставка, которая поддерживает стеклянный поднос. Решетка гриля устанавливается на поднос. После подключения микроволновки в сеть на экране активируются часы. Их необходимо настроить для режима работы с отложенным стартом. Ну или просто для того, чтобы быть в курсе актуального времени. Режим микроволн обозначен буквами MW. Гриль обозначен буквой G. Комбинированный режим обозначается буквами GC1 и GC2. Комбинированных режимов два. Различаются временем работы гриля относительно микроволн. Об этом все подробно расписано в инструкции. Для выбора мощности необходимо нажимать на соответствующую кнопку мощности, которая будет отображаться на экране. Но не в ваттах, а в процентах. В режиме разморозки пользователь задает тип и вес продукта. В процессе размораживания микроволновка будет подавать звуковые сигналы, после которых нужно перевернуть продукт. После переворачивания закрываете дверцу и нажимаете кнопку Start OK. И процесс продолжится. Присутствует защита от детей. Для блокировки кнопок необходимо удерживать кнопку пауза 3 секунды. Не забываем про дополнительную функцию гриля в данной микроволновке. Можно доводить мясо и рыбу до красивой корочки. При долгом использовании корочка получается. Количество, конечно же, меньше, чем помещается в духовку. Да и скорость приготовления в два раза дольше. Духовку микроволновка, конечно же, не заменит. А вот как альтернатива, если нет возможности пользоваться духовкой, вполне себе сгодится. В итоге мы имеем микроволновую печь на 20 литров с продуманными функциями и со стильным дизайном. Микроволновка отлично себя показала в работе и справилась с поставленными задачами. Данная микроволновая печь станет украшением вашей кухни. И впишется практически в любой интерьер. Ну а в случае, если вам по дизайну ближе классический или хай-тек, вы можете посмотреть другие модели данного бренда у них на сайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok